В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Республики Дагестан состоялось совещание при участии председателя правительства Абдулмуслима Абдулмуслимова. Участники встречи обсудили ведущие направления работы структуры и перечень актуальных вопросов, среди которых реконструкция аэропорта Махачкалы, строительство объездных дорог в Дербенте и Хасавюрте, работа торгового порта и многое другое. В 2023 году начнется реконструкция аэропорта Махачкала. В течение трех лет будет возведена новая взвертно-посадочная полоса, которая позволит принимать широкофюзеляжные самолеты. Произведена реконструкция перона и аэродромной инфраструктуры. Как отметил премьер-министр, в рамках федеральной программы развития транспортной системы на эти цели будет выделено 13 миллиардов рублей. Также к 2028 году в Хасавюрте и Дербенте будут построены новые бездные дороги. На сумму более 75 миллиардов рублей в первом городе появится дорога протяженностью 21 километр, во втором – 32 километра. Строительство обхода в этих городах позволит существенно улучшить ситуацию с огруженностью, трафиком больших грузных машин, снизит аварийность, повисит туристическую привлекательность региона. Помимо этого, Абдулмуслим Абдулмуслимов рассказал, что в этом году начнется разработка проекта федеральной дороги северного обхода Махачкалы. На ее строительство было выделено 150 миллионов рублей. Также премьер-министр сообщил о ходе работ на железнодорожной станции «Самур-2». В настоящее время ведется работа по проектированию новой железнодорожной станции «Самур-2» на российско-азубажанской границе. Реализация проекта позволит пропускать грузовые поезда через пограничный переход в Самур-Ялама-Вадуме до 7 миллионов тонн в 2025 году. В своем докладе председатель правительства уделил внимание и положительной динамике развития Махачкалинского морского торгового порта. Предприятие является лидером по темпу роста среди 15 российских портов на Каспии. Так, с начала этого года им было переработано около 450 тысяч тонн генеральных грузов. Также на совещании выступили первый вице-премьер республики Руслан Алиев и министр транспорта и дорожного хозяйства Джамбулат Салавов. Они рассказали об итогах деятельности ведомства за прошлый год, развитии транспортного комплекса и задачах на 2023. Несмотря на все достижения отрасли, спикеры отметили слабо организованную работу в сфере проведения инвентаризации муниципальных и межмуниципальных дорог. На решение данной проблемы муниципальным органам власти был дан срок до 1 марта 2023 года. В завершении встречи участники отметили, что в республике продолжится решение вопросов о финансировании общественного транспорта и дорожных предприятий. Кроме того, будет уделено внимание возросшему спросу населения на качественные пассажирские перевозки.